Римская империя на протяжении всего времени своего существования проводила активную завоевательную политику. Достаточно вспомнить, к примеру, войны, которые римляне вели с народами Средиземноморья, пунические войны, завоевания в Греции и Сирии. Но наиболее ожесточенно римские легионеры сражались на северных границах своего государства с племенами галлов и германцев. Как вы уже знаете, завоеванные Римом территории превращались в провинции империи. В каждую из них назначался свой наместник, называвшийся проконсулом. Он осуществлял управление и надзор за римскими чиновниками. В колониях насаждалась римская культура, строились термы и театры по образцу существовавших в столице. В специально построенных амфитеатрах проводились бои гладиаторов, такие же жестокие и кровопролитные, как и в Риме. Римляне тщательно защищали свои завоеванные владения. Вдоль границы рылись глубокие рвы, сооружались укрепленные валы и строились высокие башни для наблюдения за местностью. На подчиненных землях основывалось множество военных поселений, где располагались римские пограничные гарнизоны. Поэтому римляне почти не опасались неожиданного нападения. Тем не менее, ближайшие соседи римлян с севера, воинственные племена галлов, так римляне называли кельтов, доставляли гражданам Рима много беспокойства. Часть их земель уже давно принадлежала Римской империи и называлась Предальпийской Галией. Но галлы постоянно нападали на пограничные земли этой провинции и беспощадно грабили их. В 58 году до н.э. проконсулом провинции был назначен Гай Юлий Цезарь. Через год Цезарь возглавил поход в земли галлов, расположенные за Альпами, которые римляне называли Заальпийской Галией. После шести лет непрерывных и ожесточенных боев Цезарю удалось полностью подчинить себе воинственных противников. Однако племена галлов жили не только на материке, но и на островах, которые теперь называются британскими. Жители этих островов в течение долгой войны с римлянами помогали своим сражающимся соплеменникам, продовольствием и оружием. Цезарь решил их наказать. Войска Рима переправились на британские острова и разгромили кельтские племена. После этого Цезарь вернулся на континент. Однако завоевание островов римлянами продолжалось почти сто лет, хотя у них не было особых затруднений в борьбе с кельтами. Дело в том, что кельтские племена никак не могли договориться друг с другом и постоянно воевали между собой. Это, конечно, значительно облегчало римлянам завоевание Британии. Однако завоевать весь остров римлянам так и не удалось. Им оказали жестокое сопротивление племена, жившие на севере острова. Эту местность римляне назвали Каледонией, а мы знаем ее под названием Шотландией. Так как римлянам не удалось покорить эти воинственные племена, они решили отгородиться от них стеной. Возведение огромной стены было окончательно завершено только во II веке н.э. Она получила название Стена Адриана по имени правившего тогда римского императора. Римляне не только завоевали острова, они сумели привить воинственным племенам собственную культуру. Многие знатные кельты выучили латынь и греческий язык и общались между собой не на родном наречии, а на этих двух языках. Даже письма в Британии писались на латыни. Кельты быстро переняли и привычки римлян. Они стали сооружать для себя дома, похожие на римские виллы. Правда, эти постройки были более укреплены и приспособлены к холодному климату британских островов. Знатные кельты старались во всем подражать римлянам, роскошно обставляли свои жилища, одевались на римский манер, а их бедные соплеменники вынуждены были работать на их полях, заменяя собой римских рабов, так как у кельтов рабства почти не было. В Британии римляне построили множество городов. Первоначально города возникали на месте военных лагерей. Лагерь по латыни Кастро. Это слово стало частью в названиях некоторых британских городов. Ланкастер, Донкастер и так далее. Правда, местные жители часто произносили это слово на свой лад – Честер. Поэтому в современных названиях городов Британии скрывается римское присутствие – Честер, Винчестер, Манчестер. Как и везде в своих провинциях, здесь римляне тоже построили разветвленную и протяженную сеть дорог, которая сохранилась до сих пор. Покорив кельтские племена в Британии, Цезарь не желал останавливаться на достигнутом. Его войска напали на северных соседей – галлов – дикие племена германцев, которые жили на континенте между Северным и Балтийским морями и реками Рейном и Вислой. Однако Цезарю не удалось полностью подчинить эти племена. Возникшие волнения в Риме заставили Цезаря прервать поход и спешно возвратиться в столицу государства. О древних германцах известно из сочинений римского историка Тацита. Он описывал, что германцы предпочитали жить по берегам рек неподалеку от леса. Свои поселения они окружали валами и рвами. Основными занятиями германских племен были скотоводство и земледелие. Ремесло у германцев не было развито. Однако их мастера изготовляли удобные повозки, лодки и даже корабли, способные ходить по морю. Все члены германского племени были свободными людьми, рабства у них не существовало. Во время войны все мужчины объединялись в войско для защиты своей земли или нападения на землю врага. Германским племенем управляло народное собрание. В его состав входили все взрослые мужчины племени. Первоначально все члены племени были равны между собой, однако позднее в германских племенах появились свои знатные люди – герцоги, так называли старейших людей рода. Военных вождей германцы называли конунгами. Их имущество было больше, чем имущество рядового члена племени. Знатный человек составлял из членов своего племени постоянный военный отряд. Такой отряд назывался дружиной. Дружинники клялись в верности своему господину и обещали сражаться за него до последней капли крови. Такие дружины часто совершали разорительные набеги на плодородные земли римского государства. Добыча увеличивала богатство знати римского племени. У вождей появлялись пленники, которые трудились на благо своего господина. Каждый пленник получал участок земли, и половину урожая с этого участка должен был отдавать своему хозяину. Религия германцев в это время была достаточно простой. Они поклонялись силам природы, огню, небесным светилам. Германцы верили и в загробную жизнь. Они приносили своим богам жертвы, в том числе и человеческие. Обычно жертвоприношения исполняли жрецы. В отличие от римлян, у германцев не было роскошных храмов, они считали священными особые рощи или отдельные деревья. Германцы часто нападали на римлян. В основном более совершенной римской армии удавалось отразить натиск этих плохо организованных племен. Однако иногда германцам удавалось одержать победу над римскими легионерами. К примеру, так произошло во времена Октавиана Августа, когда германский вождь Армений сумел нанести решительное поражение нескольким римским легионам. Армений долго находился на римской службе и знал, как римляне обычно ведут сражения. Он заманил три римских легиона в густой лес, где римляне не смогли развернуть строй и были уничтожены. Столкновения между римлянами и германцами продолжались и во времена империи. Правда, теперь римляне были больше заинтересованы не в завоевании новых владений, а в обороне уже имеющихся, поэтому многочисленные стычки с германцами так и не стали войной.